За 2020 год судебные приставы Колымы взыскали с должников более 2 миллиардов рублей, что больше на 404 миллиона по сравнению с 2019. Об этом на пресс-конференции для магаданских средств массовой информации рассказали специалисты. Более 75 миллионов рублей приставы взыскали в пользу детей. В рамках исполнительных производств 329 должников объявили в розыск, из них нашли 211. 165 неплательщиков алиментов привлечены к административной ответственности по статье 5.35.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Это уклонение от уплаты алиментов. По 79 исполнительным производствам в отношении должников проводятся мероприятия, направленные на привлечение должников к уголовной ответственности по статье 157 ГК. В отношении 36 должников возбуждены уголовные дела, возбуждены расследования, направлены на суд уголовные дела по 157. То есть за уклонение от уплаты алиментов. И как вы помните, мы ранее уже доводили, что привлечение к уголовной ответственности наступает только после привлечения должника к административной ответственности. Следовательно, злостность уже сама по себе повторяется. Также за 2020 год на принудительном исполнении было 35 тысяч производств о взыскании штрафов, большая часть из которых наложенной госавтоинспекцией. По словам приставов, в результате работы окончены более 22 тысяч производств на сумму 32 миллиона рублей. Сотрудники ведомства отметили, что в зданиях суда действует пропускной режим. Благодаря этому приставы выявили 233 запрещенных к провозу предмета. Поэтому чрезвычайных ситуаций в судах Магаданской области не было. Кроме того, в настоящее время колымчане могут легко контролировать свои долги. Сделать это можно на официальном сайте службы судебных приставов в банке данных исполнительных производств с помощью мобильного приложения ФССП России, а также через сервис и ПГУ. Здесь можно как получить информацию о наличии задолженности по исполнительному производству, так и оплачивать ее удобным и безопасным способом. Необходимо помнить, что онлайн оплату следует производить исключительно на официальных сайтах. Жители Магаданской области активно посещали сервис банк данных исполнительных производств в 2020 году. Зарегистрировано 58 тысяч посещений. Скачано около 7 тысяч квитанций для оплаты. По словам приставов, сервис ход исполнительного производства самый скоростной на портале госуслуг. Также обратиться к сотруднику ведомства можно дистанционно, благодаря сервису ходатайства приставу. Кроме того, специалисты создают новые способы общения с гражданами. Например, группа телефонного обслуживания. Магаданцы могут позвонить по номеру и узнать, есть ли на них исполнительные производства.